ноутбук lm это новый инструмент от google который создан для того чтобы помочь систематизировать и анализировать большие объемы информации будь то учебные пособия проекты или исследования он синхронизируется с google docs и другими ресурсами что упрощает вам поиск структурирование и использование ваших данных ноутбук lm пока бесплатный потому что экспериментальная версия сразу отмечу доступна она не во всех регионах но vpn легко может перенести вас в тот регион в котором он доступен в основе инструмента конечно же gemini вот только уже с зашитыми определенными сформулированными промтами и массой подсказок по работе с текстом в начале еще немного подсказок по работе инструмента и можно создать свой первый блокнот интерфейс кстати на русском что приятно нам сразу предлагают загрузить источники но давайте сначала посмотрим на всю рабочую область в настройках ничего существенного можно добавить свою заметку все что угодно она останется здесь на рабочем столе заметки легко удаляются кстати но давайте уже к делу добавляем источник и вот тут подробнее работает не со всеми форматами док к примеру загрузить не выйдет придется переводить в pdf со своего диска или google docs подтянуть можно легко работает ссылками на сайт или на ролик на ю тубе и да в каждом блокноте можно добавлять до 50 источников и анализировать их все вместе добавлю в текстовом формате что-нибудь известное чтобы проверить на адекватность всего графа монте кристо прочитал быстро и так ноутбук lm сразу подготовил краткое резюме о чем текст в правой части экрана предложил варианты вопросов которые могут у нас возникнуть по этому тексту а вверху те самые вшитые запросы давайте проверим часто задаваемые вопросы по текстам главные действующие лица что с ними случилось кто враги графа монте кристо какова его цель и так далее ответ сразу формируется в заметку которая остается на рабочем столе сразу нам предлагают уточнение к этой заметки можно подготовить конспект и много чего еще если нужно продолжение полученного ответа попробуем еще что нибудь например краткий обзор все структурировано по пунктам и приведены цитаты возможно с художественным произведением это не супер удачно работает но попытка засчитана теперь как он ответит на вопросы здесь уже аналитика на основе текста не просто знание его как же текст отражает историческую эпоху в которой он был написан ответ появляется не в заметках а в чате в привычном формате общения с джемини и вот тут он прям порассуждал четкой по пунктам язык исторические реалии культурные отсылки ответ можно сразу сохранить в заметке или продолжить диалог сохраним ну и последнее что потестить свой собственный вопрос в чате что тут спросить по книге правильно конечно же что хотел сказать автор ответил ох сколько всего и сила любви и важность прощения красиво что теперь можно сделать заметками ну кроме того что удалить можно выделить их все и воспользоваться готовыми задачами внизу давайте объединим и в принципе все самое важное будет сохранено в одной заметке вашими заметками можно поделиться с теми у кого тоже есть ноутбук л.м. и принцип ровно такой же как расшарить документ в google docs все очень знакомо есть функция аудиообзора которая предусматривает озвучивание текста правда пока только на английском языке теперь попробуем какой-нибудь большой pdf на английском с графиками таблицами резюме на русском языке что очень важно сразу на главном экране и дополнительные вопросы ну давайте посмотрим краткий обзор готова ключевые моменты документа собраны в одну заметку и часто задаваемые вопросы как такая структурированная выжимка из документа тоже готова ну и вопрос на аналитику в чате каковы же основные приоритеты стран об этой теме ответы со ссылками и если на них нажать то в левой части экрана отобразится тот самый фрагмент всего документа если нажать на источник кстати откроется весь документ в текстовом виде так попробуем теперь новый блокнот и в качестве источника сайт ссылка на статью про нобелевскую премию в области химии информацию прочитал вытянул и обработал так же как и в ситуации загруженными файлами возможности те же анализировать весь объем информации по-прежнему помогают чат и готовые промпты краткий обзор пожалуйста какие факторы влияют на вручение премии в области химии тоже лично для меня очень интересно как работает с youtube вставим ссылку на часовой эфир прямую ссылку на видео и с этим тоже никаких проблем проанализировал видео теперь можно не смотреть час содержание беседы структурировано и разбита по блокам а самое интересное руководство для изучения материала ноутбук лм формирует вопросы для проверки понимания темы определяет ключевые термины и самое приятное что в конце есть ответы мне кажется очень удобная штука для обучения в конце хотелось бы сказать что это полезный инструмент для управления и анализа информации особенно для тех кто работает с большими объемами данных но к сожалению сейчас его эффективность варьируется от сложности ваших задач ноутбук лм представлен в ограниченной версии и доступен не во всех регионах на этом все пожалуй в современном мире самое главное оставаться людьми во всех смыслах александр рыбаков теплица социальных технологий